Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скоро будем дома Что так без радости, Валер? Нечему радоваться Здесь красота, покой Чем ближе к дому, тем ближе к буре Жена опять буянит Скандал, ее штатное состояние А тут я еще двое суток дома не был Какой разгул Для ее фантазии Нам всем пора молиться Молитесь, молитесь Только, пожалуйста, не вслух Я прошу внимания Наш борт пилотирует командир корабля Валерий Евгеньевич Павлов Один из лучших пилотов нашей компании Сидите, пожалуйста А я хочу видеть этого Павлова Не вставайте, пожалуйста Сидите Давайте соблюдать спокойствие Пожалуйста Там один нервный начал кричать Мы пытались его успокоить Потом еще одна подключилась Короче, в салоне паника Пассажиры вас требуют Скажите им Полина, нам уже снижение разрешили Сходи, Валерий Евгеньевич Толпу жилых давлений поднимается Еще две беременных Так тебя увидеть хоть успокоится Ну вот, а мне сказали В салоне паника Дамы и господа Вам повезло Вы можете наблюдать Красивейшее природное явление Хочу вас обрадовать Мы скоро будем в Москве Зонтики и плащи Можно не доставать Гроза уходит в сторону нижней Какой мужчина Красавец Давай Ну вот видите У нас все хорошо Скоро пойдем на снижение Мама, если вы сейчас немедленно не поедете Вы попадете в грозу Ника, пообещай мне, что ты будешь Хорошо питаться Клянусь Я накрутила тебе целую морозилку котлет Дочь, прикинь, она забыла, что ты мясо не ешь Всю ночь котлеты крутила А кстати, а почему ты с мясом завязала? Еще раз назовешь меня дочерью Получишь в глаз Мясо не ем Потому что против убийства животных Но тебя бы придушила бы С кайфом Так Перестань делать Ты сдаешь экзамены Ты выматываешься Тебе нужно хорошо питаться А полноценный белок Их только в говядине Послушай меня Берешь из морозилки Котлеты кладешь на сковородку Три минуты И потом переворачиваешь Вот Там еще целый холодильник овощей Ну хоть салаты ешь Надо поехали Уже гремишь Да, да, да Подожди Масло Масло не забышь? Мама Успокойся Ну что я две недели без тебя не проживу? Я студентка Мне 18, две Мои бывшие одноклассницы уже беременны Что? Кто? Как беременны? Нет, я никуда не поеду Спокойно Не я беременна Другие Ой, нет Ну как я ее отмазка Я в грозу не полечу Я боюсь грома Мам, припинь, с кем ты живешь Он думает, что в грозе Самый опасный гром Ник Поклянись мне Если что-то случится Ты мне позвонишь Я тут же приеду Натана обещает Обещаю Ну все, пока Пока Все, пока Пока Все хорошо Пока, мамочка Пока Пока-пока-пока Ничего не хочешь мне сказать Посмотреть, что ты хочешь услышать Ну, для начала я послушала бы Почему ты задержался на два дня Машенька? Машенька, мы с тобой работаем в одной компании Ты легко могла узнать причину Я даже не сомневаюсь Тебе сообщили Норильск не давал вылета Мы ждали погоду в гостинице Ну, допустим, сообщили Чем ты занималась в гостинице два дня? Расскажешь? Машка, ну не начинай Полина мне сказала, что ты в номере не ночевал Ты Полинкина звонила Отдохнуть не дала Ну, хорошо Не смог заснуть Гулял по городу Ты гулял по городу в нелетную погоду? Врать не устал? Я не врать устал Я вообще устал Дай мне часок отдохнуть Потом начнем скандал Договорились? Не договорились Почему ты не отвечал на мои звонки? Почему ты не отвечал на мои смс-ки? Потому что не хотел услышать Твоих истерик перед полетом Валера, для нас обоих будет лучше Если ты скажешь правду Где лед? В верхнем ящике Если ты готова ее услышать Да я же ко всему готова Хорошо Маша, мы с тобой вместе Уже 17 лет И за эти 17 лет я тебе ни разу не изменил Вот это правда Поклянись здоровьем своего отца Поклянись здоровьем своего отца Ничьим здоровьем я к клясться не собираюсь И вообще Что значит, Полина мне наврала, что ты не ночевал в гостинице? Не наврала И мне не спалось Я гулял по городу Ты спал с ней? С кем? С Полиной Все, я поехал к отцу Опять вранье И хватит прикрываться отцом И не уходи от разговора Не могу больше Хотел к нему завтра поехать Поеду сегодня Так долго не виделись А ты уезжаешь? Уезжай И хватит Это невыносимо Маша Пойди к психологу Пойди к этим К экстрасенсам Куда ты пойди Где тебя вылечат от твоей дури Пойди к психологу Не смей Тетя Дин Не вторгайтесь в мое личное пространство А я не вторгаюсь Я сейчас матери твоей позвоню Не советую Чего это? Стуканете маме Расскажу ей, кто ворует ее журнал из ящика И кто же ворует? Вы, тетя Дин, и воруете А что там смотреть-то в этих журналах Одни бесстыжие фотки Тогда зачем они вам нужны? Ника Не смей У тебя даже прав нет Я вожу машину как бог Ну не могла же тебе, мать Ключи-то оставить Она и не оставляла Я запасные нашла Ох ты, пикалица Ох ты, господи О, паразитка-то Ой, ты О, паразитка-то О, паразитка-то О, паразитка-то О, паразитка-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы живой? Пока, да. Помоги подняться. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Телефон есть? Есть в машине. Тогда беги в машину и вызывай скорую. Ты сама-то как в порядке? Не поронилась? Моя нога в машину не помялась? Нет, вроде. Тогда иди и звони. Да мы тут утонем. Давайте я вас в машину затащу. Сам дотяну. Затащит она меня. Руку. Черт, подожди. Боже, какой ужас. Черт. Иди сюда. Давай дверь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего смотришь? Простите меня, пожалуйста. Хватит любоваться на меня. Давай вызывай скорую и полицию. Черт. Простите. Простите меня, пожалуйста. Вроде башка не болит, а кровь течет. Простите, пожалуйста, простите. Ты долго будешь повторять одно и то же. Давай, звони. Не надо мне. Пожалуйста, пусть не приезжает полиция. Девушка, не тормози. Тормозить раньше надо было. Мне с ногой разобраться надо. Вон из башки кровь течет. Понять надо. Байк мой, похоже, в хлам. Надо по страховке хоть что-то за ремонт получить. У меня есть деньги. Я вам заплачу. Я работала. Я на машину копила. Я... Да мне нельзя, чтобы полиция приезжала. Что, труп в багажнике или ты наркодилер? Хуже. У меня прав нет. Просрочен? Вообще нет. Это мамина машина. Черт. Зачем тебе мама машину дала? Машины не дают. Машины берут. Круто. И что нам делать? Ой. А в школе что теперь не учат первую помощь оказывать? Теперь все умеют первую помощь оказывать. Например, искусственное дыхание. Школу я, кстати, закончила. Ну, до искусственного дыхания ты меня, слава богу, не добила. Ту же тени, если перелом нужен. Да что же у тебя так руки-то трясутся, а? Да боюсь, что вы меня помрете тут сейчас. Черт, как больно. Вы же не умрете? Не дождешься, летчики на диване не гибнут. А вы летчик? Представь себе, ты сбила летчика. Ну, что ты расслабилась? Таблетку обезболивающую найди. И чай покрепче завари. Рецепт смотрите. О, вот. Ог community называется в отличие. Огонь! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ленка! Ленка, я человека сбила! В каком смысле? В прямом! На дороге, машиной! Ник, ты что, опять брала мамину машину? Я тебя предупреждала! Ты вообще больная на голову! Ну чего, кого ты сбила? Алкаша на остановке! Я сбила летчика! Ты что, прикалываешься? Все, Ник, я спать! Да Ленка! Ленка, он знаешь, кто? Кто? Он... 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 Он потрясающий! Ты что, влюбилась? Может быть... Может быть, и влюбилась! Аппетит у вас хороший! Вам лучше, Валерий? Мне неплохо! Голова немного гудит! Ага! Распухла, как шар! Ну так, меня завтраком давно не кормили! Ты суперхозяйка, Ника! Угу! Жениться вам пора! Жениться мне было пора лет 17 назад! Я, кстати, тогда и женился! Успел! Удачно! Кстати, а что для тебя малявка является удачно? Когда люди любят друг друга! Сильно! А сильно любви у супругов только два выхода! Либо в суд, либо в дурдом! Конечно, старше меня! Но это не так! Откуда ты знаешь? Для счастливого брака нужны две вещи! Стальные нервы и работа с долгими командировками! Только тогда есть шанс не удавить друг друга! Разлюбили вы жену! Наверное, поэтому так и говорите! Ну не у всех же так бывает! А где твои родители? Отдыхают! Угу! Я правильно понимаю, с женой у вас полный мрак! Это тебя не касается! Значит так! Сейчас поймем к моему отцу! Нужно рентген сделать! Понять, есть перелом или нет! Да, кстати, не говори ему, что это ты меня сбил! Вообще никому не говори! Иначе сразу полиция, следователь! Ну и там пожизненное заключение! Поняла? Поняла! Да! Поедем медленно и печально! Как черепаха ползать и будешь! Ладно! Чего так смотришь на меня? Как нажившего покойника! Я не так смотрю! А как? Никак! Интересный вы мужчина! Ага! Да, я был еще интереснее! Пока ты меня не сбил! Без шишки на голове! Со здоровыми ногами! И сколько мне у вас еще прощения просить! Ну, пока не доел! Прости! Нет! Ладно, все, поехали! Ну, можно еще хоть чуть-чуть прибавлю? Тебя и на этой скорости заносит! Держи дорогу, смотри вперед! Угу! Краем глаза поглядывай в зеркала за ситуацией на дороге! Тормози! КРИК Что ж ты делаешь-то, а? Ты что, не видишь перекресток? Здесь преимущество у тех, кто поворачивает с основной дороги! Поняла я! Не надо мне прописанные истины читать! Не полоумная! Это ты от большой мудрости вчера человека сбила! Зато мы с тобой познакомились! А че он и способ у тебя знакомиться? Сто процентов на тебя после этого внимания обратят! Главное, сбежать не смогут! На меня и так обращают внимание! С моей внешностью и идеальной фигурой! Фигура! Не смеши! И, кстати, я вегетарианка! Траву жуешь! Вот у тебя мозг не развивается! На уровне козы притормозился! Угу, все развивается! Я, между прочим, лучше всех выпускные экзамены сдала! И в медицинский поступила! А че, что я вчера ногу забинтовать не смогла? Нервничала! Сильно! Блин, полиция! Че делать? Тормозить! А ну-ка, убери свою идеальную фигуру от руля! Да! Ой, спина! СМЕХ Че? СМЕХ 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 Фух! Ты такой классный! А мне повезло, что я именно тебя сбила! Не смотри на меня так! Как хочу, так и смотрю! Ты мне еще сразу вчера понравился! Я говорю, отключи свой романтический взгляд! Ты еще не совсем старик меня! Школьница не интересует! А я не школьница! Студентка! Ага! Давай меняться обратно! Сиди уже, сам доеду! Надо же, Валер, какая у тебя взрослая дочка! У меня взрослый сын! А это Ника! Привезла меня сюда! Понятно! Что? Перелома нет, слава богу! Сильный ушиб! На, держи! Тебя ждет хирург, он сделает тебе перевязку и не выпишет масть! Ты мог хотя бы позвонить? Я всю ночь не спал, ждал тебя! Телефон разбился! Байк, кстати, тоже! Ну, слава богу! Заканчивай играть в плейбоя! Мало тебя риска в небе! Спасибо, деточка, что ты привезла его! Ну, если ты не торопишься, я приглашаю тебя пообедать с нами! Тоже я как-то облагодарю тебя за то, что ты спасла моего сына! Никуда не тороплюсь! А, ну и хорошо! Так, я вас жду! Обед обещаю, славный! Мама умерла, когда я учился в девятом классе! Утка! Налетайте! Давай, вставай, вставай! А мама говорит, что утка тупая птица! Троим мало, а одному стыдно! Ой, а можно я буду есть картошку? Ник, у нас не ест мясо убитых животных! Да, а я и не знал! Но в следующий раз, когда придешь, я нафарширую тебе перец рисом и морковью! Может, эта утка-то она и жить не хотела, маялась от несчастной любви! Может, ножку попробуешь? Нет, спасибо! А может быть, эта утка хотела стать лебедем, а вы ее в духовку! Спасибо, спасибо! Хватит! Ник, а ты в кино не снималась? Что-то лицо знакомое? Возможно, ты видел ее в автогонках Париж-Дакар! Ник у нас великий гонщик! И это весной выступала на местном телевидении, благодарила учителей! А, ну, наверное, там видел и запомнил! Значит, школу закончила, да? В институт поступала? Или сразу замуж планируешь? Поступала! И поступила в медицинский! Ну, поздравляю, коллега! Ты выбрал самую лучшую в мире профессию! Я так мечтал, чтобы Валерка стал врачом! А он с пяти лет самолетики клеил! Ты кого-то ждешь? Может, это твои пациенты? А и пациенты без звонка не приходят! Положи на место! Он у вас? Башенька, проходи! Все обошлось! Даже перелома нет! Переломы будут! Ведь он здесь с ней! Я угадала! Здрасте! Ник, знакомься! Это моя жена Маша! Машенька, проходи, пожалуйста! Проходи! Проходи! Вот, отведай утки! Докторская! Ну, раз доктор готовил... Сейчас! Маш, я в аварию попал! Ну, все обошлось тут! Небольшая ссадина на глаз! Садись! Что? Не заметили, что у вашего мужа голова разбита? Я тебя, красавица, заметила! А то, что у него голова разбита, это хорошо! Мне разбивать не придется! Маша, опять ты зря нервничаешь! Падай, не трогай ты ее! Это ее звездная часть! Первый раз меня с женщиной застукала! Ника не женщина, она ребенок! Маша, я тебя очень прошу, не устраивайте эти ужасы в моем доме! Я теперь понимаю, Евгений Олегович, почему мой муж любит к вам ездить! Ну, во-первых, он не только твой муж! Он мой сын! Страшный, да? Грех! Навещать так часто родного отца! Я, наверное, поеду домой! Пап, подкинь Нику! Без проблем! Добрового подкинешь, у нее прав нет! Поехали, деточка! До свидания! Черт! Ты ее не бойся! Она хорошая! Ага! Только очень ревнивая! Давай ключи! Куда тебе так надо было, что ты, без прав, зарусила? Подумала, вдруг кто-то попал в аварию, его некому отвезти в больницу! А вашему сыну давно нужна новая жена! Вот тут вот слева паркуйся! Молодец! Вот теперь молодец! Да? Давай еще кружочек проедем, там решу! Но больше наездишь, лучше водить будешь! Дядь Коль, мне срочно нужны права! К чему такая спешка? Ну, так обстоятельства сложились! Очень нужны! Ох, темнишь, Федорова! Шифруешься! Тебе отчим машину, что ли, покупает? Он купит! Балбес! Ладно! Ты матери-то жизни ломай! Хочет быть с ним, ты ей не мешай! Сама выросла, упорхнешь скоро! Пусть мать счастливая будет! Не упорхну, пока этого балбеса не выгоню! Ладно, поехали! Ну вот! Раз ты получила права, да, конечно, не Феррари даже, на новую не хватило, но говорят, что она немного прошла, с ней все нормально! Ты даже денег у меня не взяла! Потрать их на свое удовольствие! Держи ключи! И не гоняй! Мам, ну о чем печаль? У нас же теперь все в шоколаде! Я учусь, твой бизнес процветает! Ой, ну не так уж он и процветает! Кризис! Фирмы жмутся, не хотят на рекламу деньги давать! Ну ничего, скоро я буду зарабатывать! Да, в нашей стране все врачи сплошь миллионеры! Я буду первым врачом-миллионером! Вот увидишь! Ко мне будут со всего света съезжать лечиться! Выше нос! Ник! Что? А ты мне все рассказываешь? Ну, не всегда! Мам, ну только полные кретины! Всем все выкладывать! А почему ты спросила? Просто у меня есть ощущение, что у тебя появилась своя жизнь! Ясный пень! Я взрослая тетка! Ты моя самая любимая тетка! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Точно сегодня она опять придет. На что спорим? Да не буду я с собой спорить. Сама уверена, что сегодня опять притащится. Вам что-нибудь? Да, девушки, можешь, пожалуйста. Пожалуйста. Гордости нет у этих девиц, куда только их родители смотрят. Хорошо, девочка свою жизнь начинает. А мне обыться, добрый кофе. С молоком? Да, с молоком, если можно. Чуть позже, хорошо? Анна Сергеевна, а если бы с вашим мужем такая история произошла, вы бы как поступили? Полина, типун тебе на язык. Воды, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю. Вам? Виски. А алкогольные напитки у нас в бизнес-классе. Ну тогда воды. Пожалуйста. С чем-то можем проблемы? Могу помочь. Вот моя визитка. Я психолог. У меня кабинет в центре. Только позвоните и прежде запишитесь. Спасибо большое. Нам психолог, слава богу, не нужен. А вот одной нашей юной знакомой очень даже пригодится. Да юный знакомый? Хорошо бриня по заднице, а не психолога. Извините. Заблуждайтесь. Как раз молодые чаще всего и подходят к краю. А потом еще и вены режут. А я подумала, кому-то из ваших мужей требуется квалифицированная помощь. Нет. Спасибо. Да какая помощь? Мужику баба нужна новая. А вы ему психолога подсунуваете. Парадокс. Сук. Девушки, я дождусь свой кофе. Горячие напитки будут через пять минут. Сук. Пошли. Валера, ну я это так и сказал. И ей, и маме ее, что вот как раньше жить, я готов. А в ЗАГСу? Нет, я не готов. Чем тебя штамп пугает? Ну ты прикинь, мы три года вместе. Ну нормально, все. Зачем что-то менять-то? А вдруг после росписи она решит, что она меня так же приватизирует? Начнется, как у тебя вот это... Извини. Принял, занимаю 200. Экипаж готов к снижению. Печально, что моя семья стала отрицательным примером. Ты же знаешь, Машка прекрасный человек. Только у нее в башке перемкнуло. Что я ей изменяю? А я от женщин давно шарахаюсь. Никогда я не изменял. Смеешься. Не веришь. Верю. Хотя... Никаких хотя, так и есть. Ну как же это, Ассоль? С Ассолью-фасолью я разберусь. Разберись, Олег Евгеньевич. А то народ волнуется. А нам авиации нужны спокойные сотрудники. Ну зачем? Зачем опять ты здесь? Скажи, у тебя есть хоть что-то похожее на гордость? Теперь нет. Слушай, мне когда-то очень нравился один наш механик. Ну просто очень нравился. И у него была девушка. Заметь, не жена, а просто девушка. И то я не стала людям мешать. Ник, пойми, если ты будешь... Слушай, если ты сейчас скажешь, что на чужом не счастье, счастья не быть, я тебе дам в лоб. Ой, надоело одно и то же слушать. А я тебе этого не скажу. Ник, это говорят в тех случаях, когда женатый мужик в тебя влюблен. Ты Павла уже до печенок достала. Да для него не взрослый человек, а шизанутая школьница. Я не школьница. Студентка. Так и бегай за студентами. Слушай, Полин, а скажи честно, Валерий Евгеньевич с тобой не безразличен? Да, не безразличен. Но не так, как ты думаешь. Мы работаем с ним вместе. Я знаю его жену и сына. Сын, не его. Его. Он растит его с трех лет. Вырастил, свободен. Скоро он выйдет. Ой, Ника, что-то не верю я, что ты такая трепетная, влюбленная девочка. Ты хитрая. И что-то ты задумала. Привет. Пойдем? Приглашай в кино. Пиво, попкорм, мороженое. Все гарантирую. Иди один. Что, так а будешь здесь торчать? Буду. Я же никому не мешаю. Ну, тогда готовься здесь ночевать. Ну, Валерий, давно ушел. Ну, что, довела пилота, да? Как вор. На багажном автокаре слинял. О как! Стой, стой! Я пошутил! Стой! Один, два, три, четыре, 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 четыре. Один, два, три, четыре, четыре. Один, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас важнее всего понять, как мне не сойти с ума, когда я стану врачом. С теми, кто поправится, все ясно. Гордиться и радоваться, так? Да это понятно. Но как быть с людьми, которым я не смогу помочь? С теми, кто станет сострадать или еще хуже, умрет? Как мне тогда утром просыпаться и снова идти в больницу? И как мне видеть его или ее семью, когда они придут за документами? Нужно, чтобы душа заледенела? Мой отец всю жизнь опекает семьи и своих умерших пациентов. Ты очень серьезные вопросы задаешь, Ник. Нет у меня ответа. А ты подумай. Если я не найду ответа, то мне нужно бежать из медицины прямо сейчас, с первого курса. Хорошо, а если так? Все люди смертны. Но врач, если он настоящий профессионал, может помочь спасти, если не всех, то очень многих. Пока отличный хирург будет рыдать, отмаливать свою ошибку. Умрут раньше срок от других больных, у которых еще был шанс. Согласна. Ой, здорово, что я не послушал отца и пошел в авиацию. У нас, если ошибешься, не приведи бог, никто не спасется. Ни ты, ни жертвуй твои ошибки. Но это же очень редко случается, да? Ты же на современных и надежных самолетах летаешь. Все, возвращаемся. Мне пора. Ну и ты пока там до дома доберешься. Спасибо. Спасибо. За что? Ты сегодня меня не прогнал. Долго поговорил. Влетит от Маши. Дело не в этом. Ситуация дикая. Люди подумают, что мы с тобой любовники. Тебе эта слава не нужна. Мне тем более. Ты давай-ка завязывай за мной таскаться. Учебой займись. Ой, я успеваю. У меня все супер. Скоро увидишь, я тебе зачетку покажу. Мне не надо. Маме своей показывай. Кстати, мама, не волнуйся, что ты вечно где-то шляешься? Она занята очень. Молодого мужа удерживает. Что значит удерживает? Ну, в фитнесе зависает. Тряпки покупает. Еще какую-то хрень в щеки вкалывает только, чтобы он не ушел. Сочи, мам, ладишь? Ой, это сложно. Он глупый очень. Тащится от себя, толком не работает. Мама обижает. Ну, все. Просил с тобой поболтать. Поболтали. Больше не приезжай. Договорились? Я обещаю. Хорошо, точно. Не буду. Давай. Ну, пирожные принесли. Налетай. Здесь очень вкусные сами пекут. Пропадай, моя фигура. Да ладно. Ну, ты рассказывай, как тебе в агентстве работают свои? Да привыкла. Билетами торговать, конечно, не летать. Ну, ничего, везде своя жизнь. Зарплаты даже больше. Ну, отлично. Аня, ты, наверное, думаешь, я тебя позвала, чтобы ты мне на Валерку доносила? Да нет, Маш, я так не думаю. Я всегда тебе говорила, зря ты себя изводишь. Зря. Раньше зря. А теперь, когда все серьезно, я молчу, как мышь дохлая. Ни слова ему не говорю. Маш, ты о чем? Ну, не получается у тебя брать. Ну, нет способностей. Аня. Я тебе первый решила сказать. Ну, не собирай же советы с друзей, чтобы такое рассказывать. Сказайте, что? Мы с Валерой уже вместе 17 лет. Ты помнишь, как я влюблена в него была? Конечно, помню. Такое трудно забыть. Вот. Ты знаешь, я по утрам глаза боялась открыть. Думала, что мне все приснилось, что он мой. Ну, Лагу, Маш, ну, потом-то все хорошо было. Ни черта не хорошо. Да мне не сразу дошло, что он на мне женился только потому, что пожалел. Так не полюбил меня никогда. Просто. Просто мужик хороший, порядочный. Маш. В общем, я решила уйти от Валеры. Ты что, с ума сошла? Маш, это из-за этой малявки, что ли? Маш. Да он ее даже серьезно воспринимать не может. Он бегает от нее, понимаешь? Да она такая нахальная, бесцеремонная девка. То ждет его часами, то заскается за ним. Машка, да на ней все смеются уже, понимаешь? Она даже звонит ему. Если бы ты слышала, как он нежно с ней разговаривает. Машка, не дурь я. Алешка, его твой как отца любит. Пропадешь ты без него, Маш. Пропаду. Маша. Ну что, я тварь последняя, чтобы между двумя влюбленными людьми стоять. Маша. Ну что ж, Сергей Николаевич. Ну вот, можем же мы нормально общаться? Можем. Можете летать. Ты прости меня. Спасибо огромное. Все я скандалю. Все меня крутят. Нет причины. Что-то Лешка долго не звонит. Я волнуюсь. В горах связи нет. Пока не в лагере, должно уже быть. Привет, дочка. Ладно, пойду, что я сварю. Как-то о чем пришел. Я узнал, что ты беременна от ватамины. А мне не надо ничего. Мне мама все приносит. Дочка. Алло, Лех. Привет. Вы уже в лагере? Что? Вчера. А почему ты нам не позвонил? Сколько раз мы с тобой говорили, ты настоящим мужиком станешь. И когда в горах геройствуешь, когда маму беречь научишься. Все хорошо? Ладно, давай маме минут через пять позвони. Пока. Когда тебя нет, Лешки нет, я заснуть не могу. Музыку слушаю. Вот думаю, будет мне хреново. Если ты от меня уйдешь, Лешка к Жене тоже уйдет. Буду я, Буду я одинок старухой. Соседи. Будут у меня жилец. Да я не уйду. А вот Леха может и свалит к Жене. Они нам внуков быстро подкинут. Ты что, какие внуки? Мучиться надо. Я же не говорю, что завтра внуков подвезут. Алло. Леша. Все в порядке? Ну, слава богу, без травм. Точно? Леша, говори мне правду. Мам, только не мешай. У меня к тебе два вопроса. Можешь не задавать свои два вопроса. Мой ответ на первый вопрос. Да, мне нравится заниматься здесь. В доме твой Олег бесит. Мой ответ на второй вопрос. Я уже взрослая и сама решаю, во сколько мне возвращаться домой. Все? Все? Ника, у тебя появился парень. На третий вопрос мы не договаривались. Ника, давай поговорим. Ты у меня самый близкий человек. Мам, ну не надо. У тебя всегда есть кто-то ближе, чем мне. Что ты имеешь в виду? Фу, целая галерея образов. Тимур, потом этот Александр Сергеевич, увы не Пушкин, потом... Напомни, все вот, вот, веселый парень. Жалко, быстро посадили. Так, все, прекрати. А теперь вот, Олег, уже три года ошибка природы. Если он тебя раздражает, я с ним расстанусь. Нет, меня раздражает то, что он не раздражает тебя. Ты хочешь, чтобы я с ним рассталась? Тебе от этого будет легче? Нет, легче мне не будет. Когда ты одна, ты слишком много работаешь и слишком часто ревешь. Мам, ну все нормально. Ну я скоро сама перееду, иди. Все, я ушла. Привет! Зайдешь? Я не могу, у меня мама сегодня в ночную уходит. Надо с мелким сидеть. Видела сегодня? Да, каждый день его вижу. И как? Прекрасно. Я вот одно не понимаю. Зачем тебе взрослый, женатый мужик? Мне нужен. Очень. Ладно, я побегу. Ты завтра дома будешь? Нет. Исчезаю на два дня. Понимаешь? С летчиком будешь? Да. И у вас все будет. Лена! Ну не задавай вопросов, мы же взрослые люди. Одолжить тебе мой красный лифчик. Все, иди. Командир корабля, пилот международного класса Павла Валерьевна Евгеньевича экипаж приветствует вас на борту самолета, совершающего рейс по машинству Москва и Петеринбург. Полет пройдет на высоте 9000 метров. Время в пути со стороны 2 часа 20 минут. В полете вам будут предложены напитки и обед. Туалеты расположены в хвостовой части самолета. Курение запрещается во время всего полета. Просьба во время снижения высоты отключить ваши телефоны. На свое место присядьте, пожалуйста. Желаем вам приятного. Морюк, за чок, уберите, пожалуйста. Пожалуйста. Ого. А я думала, сюда никого не пускают. Ну, это же у нас ВИП. Валерий Евгеньевич, а что с ней делать? Картины Рябина не ждали. Валерий, она билет себе купила. А что ты сразу в багажное отделение не залезла? Ник, а откуда у тебя деньги на билет? Не секрет? От вас никаких секретов. Копила на машину. Машину маму подарила. Да, здорово у вас тут, конечно. Валер, давай катапультировать с парашютом. А вы всех пассажиров, которые вам не нравятся, катапультируете. И катапультирует с креслом. Начитанная. Полина, отведи ее на место. А можно я еще тут три минуточки побуду? Ну, пожалуйста, ну, когда еще попаду? Хорошо, иди, Полина. Пусть останется ненадолго. Удивительно. Наглость, второе счастье. Никак в голове не укладывается. Вот почему самолет летит? Почему не грохнется? Такая махина летит, как птичка. А это подъемная сила работает. Про законы аэродинамики слыхала? Подъемную силу создают несущие поверхности при движении навстречу воздушному потоку. В данном случае речь идет о крыльях. Ты что-нибудь поняла? Поняла, не дура. Только не поняла, почему не грохнемся. Ника, это уже не шутка. Или слишком затянувшаяся шутка. В твоем возрасте, конечно, бывают недолгие эти, как их там, увлечения. Но тебе лучше поискать кого-то более подходящего. Ну, среди своего поколения. Подруга, ты одного не догоняешь. Валерий Генчук женат. Ты создаешь ему кучу проблем. Ну, даже если ты действительно влюбилась, ну, зачем всем жизнь отравлять? Ой, ладно. Да не выглядит он замученным. А с его женой я поговорю. Она поймет. Да Павлов на идиотке никогда бы не женился. Значит, она умная. Просто у них не срослось. Может, характери разные. Может, сексуально друг к другу не подошли. Я тебе сейчас голову откручу. Вы живодеры, господа пилоты. То из самолета хотите выкинуть, то голову открутить. Стас, сделай должение. Отведи ее на место от греха. С удовольствием. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Экскурсия закончена. Вперед. Рейс обратно только утром. И где ты ночевать собираешься? Ну, вот же отель. Сниму номер. Это не отель, а гостиница для летного состава. Тебя сюда не пустят. Номер она снимет. Ты мне вроде обещала прекратить за мной таскаться. Не обещала. Нельзя в отеле. Буду ночевать в парке. Пусть меня ограбят, изнасилуют. Надрать бы тебе уши. Ладно, жди здесь что-нибудь придумаю. Кенка, зайди к маме, скажи, я буду ночью в библиотеке к зачету готовиться. Что значит не поверить? Значит, скажи так, чтобы поверила. Все, пока отбой. Вставай, несчастная. Договорился, значуешь у администратора. Надеюсь, он меня не изнасилует? Это пожилая женщина. Их хватит произнасиловать. Язык без костей. Тебя никто не приглашал сюда лететь. Все, расходимся. Хорошо тебе на сытый желудок отдыхать. Ты голодная? Конечно, голодная. Такие бабки за билеты дерете, что пассажирам потом даже яблоко купить не на что. Как же ты меня достала. Вот тебе деньги, найди где поесть. Одна? В чужом городе? Для меня тебе опять о частных случаях насилие напомнить. Зря ты меня насмерть не сбила. Так и быть, пошли. Подальше отсюда все смотрят, смеются. Спасибо, Белушка. На здоровье. Возьмите. Спасибо. Пожалуйста. Это мясной ресторан. Для тебя еды здесь нет. Салаты. Все мясные. Пойдем другое искать. Не надо. Ты устал. Наконец заметил. Да и мне от голода никуда не дойти. Буду есть. Например, пельмени. Там внутри мясо. Попробуй об этом не думать. В пельменях это мясо в тесто замаскировано. Девушка, будьте добры. Ника, третья порция пельменей точно будет лишней. В самый раз. Тебе денег жалко? Так я отдам. Успокойся, не жалко. Да здесь недорого. Я боюсь, ты лопнешь. И потом ты долго не ела мясо. Тебе плохо не будет? Мне будет хорошо. Это у тебя жизнь сплошная мука. А у меня все всегда отлично. Кому-то повезет жить с женщиной праздником. Да, ты тут еще праздник. Твоя мама хорошо готовит? Я стараюсь у них не питаться. У кого у них? Ты о ком так говоришь? О маме ее нынешней. С родным отцом не общаешься? Представляешь, редчайшая драма. Никогда его не видела. Ты в шоке, летчик? Нет, не в шоке. Люди расстаются даже когда есть дети. Но это не мешает детям уважать обоих родителей и их выбор. Чтобы уважать обоих родителей, нужно, чтобы их было двое. Мой второй родитель смылся с концами. Ты не смогла полюбить отчима? Не смогла. А закажи мне еще пельмени. Да ты не сможешь больше. Смогу. Девушка, еще пельмени, пожалуйста. Ну, а в чем твой кайф? Вообще в жизни, помимо работы? Не знаю, не задумывалась. Сейчас задумайся. Взрослая жизнь не состоит из кайфа. Это сейчас тебе все должны. А потом самой придется заботиться обо всех и обо всем. На кайф, ни сил, ни времени не останется. Если одни обязанности, то и просыпаться незачем. Ты серьезно думаешь, что жизнь так погано устроена? Вот ты счастлив? Боже. Повезло, что мой сын мне таких дурных вопросов не задает. У тебя и перед ним одни обязанности. Вам хоть весело, вместе бывает? Раньше было. Вместе на горных лыжах кататься ездили. На байдарках походы ходили. Тогда правда было здорово. А твоя жена? С вами тоже на горных байдарках каталась? Нет, Маша всего этого не выносит. Так и знала. Что ты знала? Знала, что у вас не брак, а фейк. Фуфло. Так, все. Мне отдыхать надо. У меня рейс завтра. Завтра вернемся домой и все. Что все? Займись учебой. Со своими друзьями. Вообще своей жизнью займись. Типа мы больше не будем встречаться? Мы с тобой не встречаемся. Ты меня преследуешь. Ты меня достала. Никогда еще вокруг меня не было столько сплетен. Все, с меня хватит. Ты, летчик, ранишь мою юную душу. Черт, слушай. Я в школе тоже был влюблен. В училку французского. Писал ей дебильные письма. Там ваши глаза. Там мои сны. И что в итоге? У моих друзей первая любовь была с одноклассницами. Они до сих пор с умилением вспоминают об этом. А я ходил за женщиной, которая свою сетяну краской маскировала. Рыжей. Мне до сих пор стыдно. И жаль этого времени. Тебе нравится рыжий. А хочешь я выкрашусь в рыжий цвет? Ника, ты меня не слышишь? Не хочешь меня понять? Я понимаю. Пилот, давай прокатимся. Ну, я очень тебя прошу. Иди катайся, я куплю билет. Я так не хочу. Я хочу с тобой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я очень хочу прокатиться. Ника, с меня хватит. Я в гостиницу. Неужели тебя летчик укачает на этом колесе? Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебе надо пить много воды. А лимон дает витамин С. Мы так здорово на этом колесе крутились. Если бы меня тошнить не стало, то мы бы еще и дальше катались. Потом вспоминать буду, как мы с ним кружились. Какая музыка играла. Ника, ты хоть понимаешь, как ты попала? В каком это смысле? Да, впрямую. Он жену никогда не бросит. С тобой он никогда не будет. И в следующий раз неизвестно, когда влюбишься. Таких, как Павлов, мало. Ты так думаешь? Угу. Я вот тоже это сразу поняла. Правда, он супер... Да пей воды больше. Ой, жена у него. Ну и что? Жена не родина. Поменять можно. Да господи. Красивое утро. Правда? Утро как утро. У тебя просто настроение хорошее. Ты хорош. Похоже, тебе начало нравиться. Это ненормально? Брось, из меня пока песок не сыплется. Свежие мордашки меня не увлекают. Но... А, видишь, уже но появилось. Даже не знаю, как объяснить. Да ну я так радостно не просыпался. Может, это не так плохо, когда кто-то смотрит на тебя с такими глазами. Валер смотрит? Да она готова за тобой на край света топать. Жди скандала с женой. Ты Машку совсем не любишь? Она жена, семья, родной человек. И это посильнее, чем любовь. Ты уверен? Не уверен. Все правильно? Все правильно. Списали Федорова? У кого? У этого? У этого? Он похож на человека, у которого можно что-либо списать? Не похож. Или я выгляжу окончательной дурой? Не выглядите. Вы просто прогульщица Федорова. Вас нет на лекциях, нет на практических занятиях. Вы только начали учебу. А разве есть что-нибудь важнее учебы? У меня есть что-то важнее учебы, поэтому я ужасно устаю и готовлюсь ночами. Если все ответы верны и у вас нет ко мне вопросов, ставьте оценку, я пойду хоть немного посплю. Хватит его ждать. С голоду умрем. Пойдем. Может, подождем еще немного? Сейчас же подойдет. Не-не-не-не-не. Пойдем. Придет, доест, что останется. Проходи, садись. Маша, готовишь ты, конечно, восхитительно. Спасибо. Только что с того. Муж домой не торопится. Сын предпочитает питаться консервами в горах. А Алешка в этот раз надолго ушел, да? Ему бы на занятия в институт. А его, видишь, к вершинам тянет. Еще устал я от них. Мне бы сбежать. Только некуда. Спасибо. Ты, Маша, главные сплетни никакие не слушай. А мне никто ничего не говорит. Или вот как ты. Маша, не слушай сплетни. А я не слушаю. Просто ты никогда не был женат, не понимаешь. Чего же я не понимаю? А того не понимаешь? Что узнать все можно. Потому как человек по телефону говорит, это ты. Не в страсти изъясняется, не поем читает. А просто говорит, это ты. Сразу становится понятно, что пора собрать документы для развода. Маша, я тебя не спрашиваю никогда. Почему ты с отцом Алешки родилась? Да мы почти дети были. Поженились сразу после выпускного. А через три месяца Алешка родился. Сразу ссориться начали. Смешно сказать, но только потому, что он вечерами в футбол играл на пустыре. Так он в футболе что-то был? Да нет. Просто молодой раздолбай. Мне бы подождать, пока он вырастет. А потом он женился через 10 лет. Дочка растет. А я, похоже, буду второй раз разведенка. Почему ты спросил? Да нет, я так просто. Нет, не просто. Вы вот меня все дуры считаете. Ревнивые истеричкой. Ну да. Дура, истеричка. Только не слепая. Я же вижу, как ты ко мне относишься. Стас. Что? Ну, кто-то должен был это сказать первым. Да, кто-то должен был это сказать. Ну, я сказала. Ну, а что теперь нам с этим делать? Выспался, пилот. Я разве спал? Еще как. Не храпел? Не храпел. За это отдельное спасибо. Нечего у меня было на детское представление тащить. Смеялась, как больная. Будила меня. Мне так понравилось, что я бы еще раз посмотрела. Ну, это точно без меня. Ты вообще когда учишься? Учусь, как зверь. Вранье. Вылетишь на первом же курсе. Подделка. Подлинник. Все, с меня на сегодня хватит. Домой пора. Где твоя машина? Вон там, на парковке. Платить умеешь? Умею. Тогда заплати. Алло. Плохо слышно. Кто это? А, это ты. Пилот. А ведь ни один человек в мире не поверит, что у нас не Роман. Конечно. А у тебя номер мой спрятан от жены? Машка, пей, не жалей. Я заслужил. А что, Стас меня не дождался? Нет. Обиделся? Давай выпьем за то, что ты все-таки пришел. Давай. Правда, я вижу, ты уже выпила. Ну ладно, давай из-за тебя выпьем. Жалко. Стас не дождался. Смотри, скорее. Я понял. Тебя назначили начальником отдела. Как же дождешься от них. Они меня на пенсию-то отправят. Рядовым агентом. А почему ты спрашиваешь? Ты сегодня странный очень. Да? А, то есть, когда я ору, его я не странна? Да. А сегодня не очень хорошо. Давай еще вина. Я хочу тебе сказать, муж мой дорогой, что мне надоело быть несчастной, понимаешь? Моя вина, что ты несчастлива. Ну, моя. Только моя. Ну, я же должна понять, что другой ты жизни не будет. Пусть я тут живу как есть, и все. И все, Валера. Понимаешь, буду лежать с финальными хрипами. Что я вспомню? Отвечай, что я вспомню? Я пытался. Всегда хотел, чтобы ты была счастлива. Молчи. Ну, не твоя вина, что я женила тебя на себе. Узнала ведь, что не любила меня никогда. Да ладно. У нас с тобой сегодня есть шанс провести приятную ночь. Торопись. Пока меня снова на скандал не потянуло. Пошли, брось, потом. Пошли скорее. Пошли, пошли, пошли. Маша, перестань. Пошли, пошли, пошли. Все купила. И мазь, и перцовый пластырь, и продукты. По сдачам. Зачем ты звонила? Я тебе ключ давал. Ну, неловко открывать своим ключом квартиру одинокого мужчины. Ты ничего не путаешь? Я не одинокий мужчина. Я одинокий старик, у которого вроде кулик. Да, да, да. Еле до двери дошел. А я давно говорила, пора завязывать, ездить в больницу на велосипеде. Купила курицу. Как приготовить? Сварить, пожарить, запечь в духовке. А тебе не противно будет курицу готовить? Ну, я уже нарушила свои принципы, ела пельмени с мясом. Так что грехопадение уже свершилось. Сидите спокойно, сейчас примите обезболивающее и ждите обеда. Что ты командуешь вообще? Кто ты такая? Какая-никакая, никто больше о вас не заботится. Ни сын, ни ваша невестка, ни внук. Никто к вам не приехал. А я им не сказал. Это ты везде нос суешь свой? Вот и узнала. А внук, он сейчас в горах. Я вот молюсь за него каждый день. Внук, как я понимаю, полный отстой. Нет, не отстой. Я очень... Вообще отважный парень. Известный альпинист. Много ума, по горам лазить не надо. Между прочим, учится в нефтехимическом институте. В керосинке? Зачем? Нефть дешевеет и вообще скоро кончится. Но зато ты успешная. Буду успешная. Больные люди никогда не закончатся. Например, старички на велосипедах. Ты чудовищно грубый. Кто тебя воспитывал? Улица Евгения Олеговича. С мамой у меня отношения средние. С отчимом никакие. А я какая? Симпатичная. На второй взгляд, умная медалистка. Ну, а в третьих, редких душевных качеств. Так что во мне собраны лучшие черты современной девушки. Ну, одной черты тебе явно не хватает. Это скромности. Это лишнее. Лишнее считаешь? А по мне так не лишнее. Вот спрашивается, почему ты прохода не даешь моему сыну? Он мне нужен. Очень. Своей семье он тоже нужен? А мне нужнее. Не знаю насчет альпиниста, но жену вашему сыну пора менять. Ты не представляешь, какие у тебя сейчас психологические проблемы. А у кого их нет в наше время? Ну вот, пройдет спина, я тебя запишу у нас к психотерапевту. Первоклассный специалист. Спасибо, меня уже записали. А это что такое? Пора растирать спину. Буду наносить мазь на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Так, правильно. Тирать движениями по часовой стрелке. По часовой, молодец. Ну, пойдем, док. Доктор. Идемте. Ты мне потом сама спасибо скажешь. Давай я тебе сейчас скажу спасибо, и мы разбежимся. Нет, я Павлова поклялась, что уговорю тебя пойти к психологу. И ты мне обещала. Ник, ну я из-за тебя в спортзал не пошла. Ну, будь ты человеком. Ладно, не рыдай. Я ж приехала. Раньше людей в дурку везли, руки скручивали. А теперь психи сами туда идут. Еще и свои бабки платят. В своем возрасте главное, чтобы крыша не поехала. Путаешь. Это у подростков крыша едет от несчастной любви. Я это уже переросла. Ой, черт. Зря время теряю. Могла бы на нужную лекцию сходить. Бред. Хотя мне даже интересно, как мне можно впарить, что я ненормальная. Предупреждаю, я платить не буду. Валерий Евгеньевич дал деньги, чтобы ты проконсультировалась. Сам бы пришел и проконсультировался. Ник, ну ты должна же понимать, что твое поведение не совсем нормальное. По мне вы все гоните. Страшное дело. Один человек тянется к другому. И что? Тебе это что? Все-таки, я думаю, Павлов, тебе нравится. Ну, немного нравится. Но я никогда себе не позволила. Так, стоп. Вот прямо с этой минуты забудь. Он не для тебя. Тебе он совсем не подходит. А тебе, значит, подходит. Мне подходит. Сто процентов и все. Ой, тебя мне еще не хватало. Мало мне его жены. У меня от тебя давление поднимается. Вот, иди. Тебя проконсультирую сейчас. Специалист. Давай, бабки. Тебе туда. Ни разу мне цветы не купил. А вот чтоб в стихушку меня сплавить денег не пожалел. Ника, можно попробовать переключить свое внимание на что-то иное? Угу. Например? Друзья, учеба, спорт. Ну, ваши близкие. Друзья, учеба меня пока не очень интересует. На спорт нет времени своим близким. Неинтересна я. Есть еще варианты? Влюбленность свойственна вашему возрасту. Но не стоит относиться к этому слишком серьезно. Вас интересует литература? А вот это в точку. Интересует. Особенно интересует, почему в литературе все так серьезно относились к влюбленности. Травились, стрелялись. Один афроамериканец, представляете, даже свою жену придушил. Нет, чтобы обратиться к психотерапевту. Он пристал к ней. Молилась ли ты на ночь и за горло? Почему ему никто не подсказал спортом заняться? Что ж, продолжим. Спасибо, мамуль. А то я тут совсем окоченела. Почему ты дома не занимаешься? В своей комнате. Мне нравится здесь. Тихая. И на свежем воздухе полезно побыть. Что у тебя с лицом? Что у меня с лицом? А, да это я к косметологу сходила. Попробовали новую процедуру. Через два дня все пройдет. Ясно. Бессмысленный бунт против природы. Мам, ты круто выглядишь. Зачем ты себя мучаешь? Ну надо же с возрастом что-то делать. С возрастом ничего не надо делать. В возрасте надо жить. Да, быстро ты забыла, как тебя еле откачали после тех уколов. Ну, потом же было хорошо. Это он требует, чтобы ты омолаживалась, как подорванная. Кто Олег? Нет, ему все равно. Вот и я говорю, что ему все-все равно. Ладно, давай о тебе поговорим. Ты влюбилась. Кто он, этот мальчик? Он с твоего курса? Он не с моего курса. Мам, кучу всего прочесть надо. А, да, я уже ухожу, ухожу. Просто раньше мы были подругами, а сейчас ты мне ничего не рассказываешь. У тебя первая любовь, а я ничего не знаю. Но он хоть любит тебя? Так, смотри, мам. Если у меня все получится, ты узнаешь. Ну, если облом, зачем тебе лишняя информация? Логично? Логично. Я просто боюсь, как бы он не разбил тебе сердце. Но ты мне одно скажи. Он приличный человек. Он лучший из современников. Правда. Очень достойный человек. А знаешь что? Я сейчас дочитаю и сгоняю в аптеку Зарника. Тебе лицо помазать. Ты мой самый лучший доктор. Ленка, жди меня через полчаса у аптеки. Дело есть. Слушай, я возьму твою машину. Чего вдруг? Свой бензин закончился. Да не, мне мои тормозные колодки поменять надо. Живешь без тормозов, так и езди без тормозов. Обойдешься. Мне машина самой нужна сегодня. А к мужику своему покатишь? У него хоть бабло есть? Меня от тебя тошнит. Отошел, встал, взял машину, причем свою, и уехал. Даже не буду спрашивать, что ты наврал маме. Язва. Ну, ты подумала? Подумала. И как? Никак. Ник, тебе вообще башню снесло. Не поняла, ты отказываешься? Ты думала, я соглашусь на этом? Мне еще хочется себя уважать. Понятно. Пусть все вокруг страдают. Пусть подруга ее мать мучает, согробит свою жизнь. Главное, чтобы Лена Турова продолжала себя уважать. Ник, ты сама. Да, конечно, я сама справлюсь. Забудь, что у тебя есть подруга. Ник, ты постоянно придумываешь что-то дикое. Ты ничего не боишься. Я другой человек, я не могу так. Дикое? Да что дикого в том, что я хочу избавить свою маму от мужика, который ее мучает. Который постоянно врет и который, в конце концов, ее бросит. Она сама его выбрала. Молчи, если ничего не понимаешь. В ее возрасте все тетки боятся одиночества. Вот твоя мама ревет по выходным? У нее нет выходных. Она одна, Паша. Я учусь, а брат еще в саду. Прости. Ну, я не хотела тебя расстроить. А вот по праздникам, когда все дела переделает, брат уложит и вот тогда плачет. Ну, значит, ты должна понимать. Да я понимаю. Просто очень противно то, что ты задумала. Так, ну давай разберемся. Вот что я такого жуткого задумала? Внешне ты супер. Пупой крутить. Умеешь по полной программе. Ну, я же не требую, чтобы у тебя с ней был секс. Ты эту тварь соблазняй. Пусть она тебя тащится. А там уж я все разрулю. И что будет? Должна же мама понять, что у нас дома бомба, которая вот-вот взорвется. Так, короче. Согласна? Ладно, мне тоже тебе Наташу жалко. Спасибо, Ленка. Завтра днем мама на работе. Тагазина будет дома на диване валяться. Зайди и спроси меня. Скажи, будешь ждать, когда я вернусь. Оденься, как ты в клуб входишь, там, волос распусти. Не знаю. Ты меня не учи. Дурное дело не хитрое. Как думаешь, а одиночество передается от матерей к дочерям? Ну, мы с тобой или найдем родную душу, проживем вместе до гроба, или вообще без семьи обойдемся. Смотри, заведем по пять детей с пробирки, и все сдохнут от зависти, какими будем счастливы. Не сдохнут. Ты всех откачаешь. Ник, если меня мать в таком виде заметит, мне конец. Да, на них. Ты сама-то на них пробовала ходить. Они натирают. Да иду я, иду. Ленка, это что это с тобой? Что, Дина, вы в магазин шли? Вот и идите. Там, кстати, акция. Пять в банах горошка по цене одной. А ты чего оделась-то, как, прости господи? Не оскорбляйте меня, и не идите за мной, вам в другую сторону. Ты позором решила деньги зарабатывать? А? Ты куда пойдешь? Тут ты никого не найдешь. Тут твою семью как приличную знают. Ну-ка, иди домой. Идите, куда шли. А духами-то от тебя проразит. Радиоактивными. Берите от меня руки, у нас свободная страна, что хочу, то и делаю. Да, лучше водички выпей. Давай домой поедем. А где твой гол? Радость, ты мой чай. Ты разве не придирайся к углам? Я имела в виду к тебе. А ты никто. Спасибо. А где же как раз ты никто? Сучка. Леночка, а почему бы тебе не выпить со мной? Да, я не хочу. Спасибо. Я не мешаю вам? Тебе. А, я тебе не мешаю? Нет, нисколько. Мне приятно, что ты здесь. Ты прикольная. Вот твоя подруга Ника, от нее здрасте не дождешься. Ведьма. Как ты только с ней дружишь. Мы с ней с первого класса за одной партой. Сочувствую. Такое злоиднее за одной партой. Судя, как-то цела осталась. Спасибо. А когда Ника придет? Ой, не жди ее скоро. Она в городе до ночи пропадает. Только благодаря этому я еще могу жить в этом доме. Слушай, а почему бы нам как-нибудь не поужинать вместе? Я знаю, в городе один отличный ресторан. А? Я с удовольствием. Может быть, Ника освободится. И от этого не надо. У меня при этой злыдни кусок в горле застрянет. Пусть лучше все учатся. Мы с тобой прекрасно время проведем. А? Договорились? Договорились. Ну, отлично. Передай Ники, чтобы она мне перезвонила. Обязательно передам. Сумка. Я Нике передам. Давай передай Нике. Пока. Этот может быть... Я хочу подарить букет любимому человеку. Осторожно. О. Угу. Сделаю. Угу. Ну, обычно парни своим девушкам букеты покупают. Хм. Не посмеется он над вами? Может, и посмеется. Но я легких путей не ищу. Стойте. Вот эту вот гниль не кладите. Ну, я же сказала, любимому человеку. Этот нормальный? Да. Этот нормальный. Так, слушай, музыка у тебя все получится. И... Раз, два, три. Никогда не получится. Вот. Ага, говорил, не получится. Так. Ведь мужем же мы не ссориться. Я с тобой не ссорюсь никогда. А, ну, правильно. Это все я воплю, как сумасшедшая. Глупо, глупо. Отвратительно. Ну, что, мир навсегда? Навеки. Ну? Да вы проходите, не стесняйтесь. Добрый вечер. Павлов Валерий Евгеньевич. Я. Распишите, пожалуйста. Да, подождите. Это какая-то ошибка. Мы цветов не заказываем. Никакой ошибки. Букет вот вам от Вероники Федоровой. Вот здесь записка еще. Возьмите. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Павлову с нежной любовью. Господи, когда это все закончится? Когда это все закончится? Вы сюда? Ну, ну. Будете за мной. Хорошо. Молодой человек, если вам все равно, то я вам рекомендую вот этого агента. Это Маша. Чудесная женщина. Вы знаете, все очень вежливо, спокойно вам объяснит. Спокойная? Очень спокойная. Вы знаете, я тут меняла билеты три раза. И сейчас опять пришла менять. Так она ни капли раздражения, ни капли. Все очень спокойно, профессионально мне сделала золото, а не агент. Значит, вы мне Марию рекомендуете, да? Да, конечно. Честно говоря, я людей с такой выдержкой не видела. Угу. Ну что, поздравляю вас. О, моя очередь. Поняли, да? Маста. Конечно. Спасибо. Счастливо. Машенька, здравствуйте, милая моя. Ну, я опять пришла менять дату. Пять минут. Я должна была улетать восьмого, но я не могу. Можно девяток. Девяток, смотрите. Посмотрим. А что тебя удивляет? Я действительно спокойный, уравновешенный человек. Да, жалко только твой муж об этом не догадывается. Ты знаешь, мои клиенты не унижают меня своими изменами. Маш, но они же запросто могут начать покупать билеты в другой компании. Если это была шутка, то не смешная. А еще эта юная нимфа придумала присылать букеты моему мужу домой. Как будто он не речка, а балерина. Да, представляю, как Валерку бесят эти букеты. Да вот именно не бесит. Самое гиблое для меня, что его не бесят ни букеты, ни звонки. Вот скажи мне, чем взрослого нормального мужика может привлекать эта полоумная девчонка? Подросток почти. Я не знаю. Но я смотрю на нее и понимаю, что он в нее, как в женщину, не влюблен. А как? Как в кого? Как в мужчину? Тихо, тихо, не заводись. Уравновешенная моя. Маш, ну сколько мне еще ждать? Ну сколько мне еще ждать, когда ты поймешь, что твой брак, он накрылся? Накрылся. Ну так скажи об этом Валерке. Ну приезжай ко мне, ну, нам всем троим будет легче. Где ты раньше был со своими чувствами? А раньше ты была женой моего друга. А сейчас я кто? А теперь ты упертая баба, которая цепляется за брак, которого давно уже нет. Ты пойми, я не хочу быть брошенкой. Да какая разница, кто кого бросил? Ну ты уже не дурака не понимаешь. Ну я же лопну со злости, если Валерка меня бросит ради этой самоуверенной твари. Ой, извините. Маша. Ну хорошо. Объясни мне, вот что ты имел в виду, когда говорил, что он не влюблен в нее как женщину? Да трудно это объяснить. Особенно тебе. Ты намекаешь на то, что я дуре в тех мире, что ли? Да ну не дуре, ты просто отказываешься думать. Ведешься, вот включаешь эту ревнивую бабищу. Поверь мне, твой муж в эту девочку весьма, кстати, привлекательную. Не влюблен. Хорошо, выключаю ревнивую бабу, начинаю думать. Ну зачем он с ней возится? Человек иногда страдает не от любви. От того, что этой самой любви у него нет. Нет, все есть, жена, семья, а любви нет. А время идет, ничего не меняется. А внутри все глухо, тоска. Ну и смысл тогда так жить? Вот мне это все знакомо. У меня внутри так же глухо и такая же тоска. Да, только ты громко тоскуешь, а Павел тоскует тихо. Таких семей, как ваша, полустраны. И все тупо просто боятся что-либо поменять, ты понимаешь? Хоть что ты сделаешь, чтобы вырваться из этой тоски. А потом кто попроще берется за топор и, ну, либо себя, либо партнера. Ну что ты несешь? Ну какой топор? Я же все-таки его любила. Маш, ну умерло у тебя все уже, понимаешь? Все давно уже умерло. Но человек не может долго любить без ответа. А соль бы парализовала, если бы она 30 лет ждала эти самые свои паруса. Зеленые, кажется. Алые. Ну вот, видишь, тем более алые. А ты, кстати, долго продержалась. Алешка. Он был такой отец. Да вы Алешку только путайте. Он же в горы сбежал из вашего болота. И все от тебя скоро сбегут. В горы или за океан. А я не убил. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полиция! Полиция за мной гонится, вернее, гнался. Я от него уехала. Что значит, все в порядке? Нет у меня ревниевого мужа. Да у меня вообще никакого мужа нет. Вы меня слышите? За мной меня преследует совершенно незнакомый человек. Это вы так шутите? Да что значит сигнализировать, когда он меня догонит? Ну вы красавцы. Опять ждешь? У меня дело важное. Впервые в жизни вижу, чтобы так мужику навязывались. Ника, иди домой. Валерий Евгеньевич после рейса, ему отдохнуть надо. Говорю тебе, у меня серьезное дело. Жена у Павлова святая женщина, раз до сих пор тебя в дурку не сдала. Ника, ты была у психолога еще раз? Некогда мне всякой хренью заниматься, у меня проблема. Ты сама одна большая проблема. Когда Павлов выйдет? Проведи меня к нему, будь человеком. Там служебное помещение, тебя не пустят. А вдруг ты террористка? Ну тогда иди. Ну что, все сидишь? Как говорится, на боевом посту. Ты придумал что-нибудь оригинальное, что ли? Так сидеть, тоска зеленая. Нам, мужчинам, что нравится? Непредсказуемость. Ну а что ты так высидишь? Привет. В полиции была? Была, заявление написала. Но мне кажется, никого искать не будут. Дождутся, пока меня изувечат, а потом возьмут в оперативную разработку. Это вы про что сейчас, ребят? Да Нику кто-то преследует. Уже не первый день. Возможно, она ошибается. Но вдруг правда маньяк? Валера, да она у тебя сама маньяк. Ну что она здесь торчит-то? И из института попрут. Ника отлично учится. Давай, Стас, вали по своим делам. Ну пока. Давай. Сейчас я с тобой в полицию пойду. Там за меня никто не испугался. Никому моя жизнь недорога. Никто не защитит. Никому не верю. Мне веришь? Только тебе я верю. Ой, Машка, она наше расписание наизусть знает. Сегодня рейс на три часа задержали. Выхожу, она сидит. Ждет. Ань, ты знаешь, я баб Добря, никому ничего плохого не делала. Тем более, она мне в дочери годится. Ну придушила бы ее собственными руками. Послушай, Машка, я... Ты только не обижайся, но... Ну ты знаешь, я замужем давно и... И ни разу не спрашивала у мужа, где он был, и в мобильник к нему не лезу. Думаешь, не хочется? Хочется. Я себе запрещаю. Нормально же живем, а... А так вдруг что узнаю? И... И что тогда? Все рухнет? Не, я так не могу. Ой, да ладно, Машка, ты... Ты и раньше бесилась, когда даже повода не было. Вот, накликала повод. Слушай, а может... Может тебе спортом заняться, а? Каким? Стрельбой? Я к ее матери поеду. Отца там, я так понимаю, не наблюдается. Ну поговорю хоть с матерью. В конце концов, она такая же баба, как я, может поймет. Вдруг она вообще не знает, что ее дочка творит. Попробуй. Хотя дети сейчас никого не слушают. Ну нет у меня другого выхода. Ладно, Машка. Мне домой пора. Вначале мужу позвоню. Мне сюрпризы не нужны. Я поеду. К матери ее. Машка, только я тебя прошу. Ты там покультурнее, ладно? Ну, без уголовщины. Ну, это как пойдет. Маш, ну мать-то в чем виновата? Одна дочка вырастила. Дочку? Она монстра вырастила. Вот пусть отвечает. Машка, ну, без уголовщины. Ну, без уголовщины. Да. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Женщина, вы к кому? Здравствуйте. Мне нужны родители Ники. Вы не знаете, дома они? У Ники-то только мать одна, Наталья. Отца нет? Не приезжает к дочери? Ну, где-нибудь, может, и есть? Как без отца-то? От цветовый дух только дело Марии зачала. Да ты стучи. К ним женщины-то редко ходят. У Натальи парень-то неверный. Кобель, короче. Ой, уйду я, а то скажут, опять чужие дела лезу. А ты стучи, стучи. Догадалась я. Кто ты есть? И кто? Твоего мужа наша Ника уводит. Отлично. Вся страна уже знает. Страна, может, и не вся знает. А у нас городок-то маленький. Что ж у тебя за муж-то такой, а? Маленьких девчонок с пути-то сбивает. Да, Ваша, маленькая девчонка сама прет, как танк. Да, Ника у нас такая. До мертвого докопается. Вот я и хотела спросить у ее матери, зачем она такую стерву вырастила. Так стучи. Жалко мне за стенкой. Не слышно будет. Расскажешь потом? Господи, что я делаю? Глупо как. Сыт какой. Пожалуйста, никому не говорите, что я здесь была, ладно? Никому не говорите. Да подожди, куда ты помчалась-то? Подожди, я тебе еще кое-чего расскажу. Вот. Поехали. 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 Стас, я совсем с Павловым с ума сошла. Я совсем себя теряю. Я сейчас чуть не устроена скандал матери этой маленькой гадины. Все, я еду к тебе. Слышишь? Я к тебе еду. Вот так. Да хватит, Пуля. Хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мамуль, ну ты вообще не волнуйся. Ну везде же фотороботов развесили. Валера такой скандал в полиции закатил. Я правда лицо этого маньяка не видела, но везде написали, что он хромает. Столько людей хромает. Разве так найдут? Нет, я тебя одно больше никуда не отпущу. Я сегодня взяла отпуск и буду все время с тобой. А вот это здорово. Мы с тобой тысячу лет никуда не ходили. Только пусть Олег с нами не таскается. Он и не будет. Он в последнее время редко дома бывает. Неужели работу нашел? Нет, работу он не нашел. Я думаю, даже не искал. Мам, ну тебе же плохо с ним. Ну зачем? Скажи, зачем он рядом с тобой? Ты еще слишком маленькая, чтобы знать, как тяжело женщине быть одной. Но ты же его не любишь, я вижу. Ты правильно видишь. С любовью в моей жизни как-то не очень. Да и любила я всего один раз. И длилось это недолго. Но помню все до мелочей. Видимо, нельзя быть в юности такой счастливой. Потом ничего не получается. Вот из-за тебя боюсь, что ты очень сильно влюбилась. Да уж, скрутила меня капитально. Ну познакомь меня уже с этим парнем. Скоро познакомлю. Говорят, что он намного тебя старше. Ну так это же хорошо. Моя цветущая юность, его опыт, ум. Давай поедем погуляем, поужинаем. Давай, пойду переоденусь. Смотри, говорят, в этой гостинице приличный ресторан. Ты хорошо водишь машину. Это он меня научил. Валера. Красивое имя. Мне нравится. Он и сам тебе понравится. Мне понравится тот, кого ты полюбишь. Если, конечно, он не будет тебя обижать. Это точно не обидит. Вообще никого обидеть не может. Он очень много лет прожил с нелюбимой женой, только чтобы не огорчить ей развода. Как думаешь, это благородство или дурость? Никто не может понять отношения твоих людей. Люди и сами порой себя не понимают. Ну, ты бы разве смогла жить с человеком, который тебя не любит? Ну, живу же. Прости. Ничего, ты права. Двадцать лет думаешь, вот расстанусь с парнем. Ничего страшного. Впереди еще столько встреч. Потом год проходит, два, пять. Нет, конечно, кто-то тебе нравится. Кому-то нравишься ты. Можно даже замуж выйти. Только ничего из этого не получается. Почему? Потому что ты всех сравниваешь с тем первым. И все чужие. Кто-то больше чужой. Кто-то меньше. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так. Все поняла? Бегу. Что-то случилось? Майленка в историю влипла. Бежим ее спасать. Далеко бежать? Недалеко. Высоко бежим. Это безобразие. Юная девушка проводит время в гостинице. Мам, ну не гостиница, а отель. Во всем мире все люди всю свою жизнь проводят в отелях. Хочется им еще один побыть, указить куда-нибудь. Ленка живет от нас через две улицы. Ее мама все время работает. Не надо мне рассказывать, что она хочет побыть одна. Ленка! Ты чего ревешь? А ты чего так долго? Я же тебя ждала, ждала. Леночка, кто тебя обидел? Что ж, надо звонить в полицию. Мам, да погоди ты с полицией. Тетя Наташа, простите, пожалуйста. Я его не насмерть долбанула. Наверное. Кого? КОНЕЦ А, жив? Ты сама больная на голову. И подруга у тебя дефективная. КОНЕЦ Он на мне майку рвать начал. Лен, прости. Ну, не рассчитала время. Ладно, я знаю, что ты для меня тоже все сделаешь. Он хоть жив? Жив. Не добила ты его. А еще теннисом занималась. Ну, если ты так переживаешь, то можем ему позвонить. Вернется со свистом. Давай? Не надо. Ты очень огорчена. Я огорчена, что тебе пришла жизнь в одном доме. Ну, хоть бы ты мне поверила. О чем ты? О том, что у нас все еще будет. У нас такое тут с тобой будет веселье. Конечно, все будет хорошо. Ты у меня еще внуков родишь. Внуков? Каких еще внуков приспичила ей? Подожди, я почему никогда не замечала, с какой позорной сумкой ты ходишь? Ну, оставь там документы. Что это? Нормальная сумка. Вот ничего мне не надо. Ничего так не хочу. Хочу, чтобы только ты была самой счастливой. Она здесь? На работе. Веси моей жены неси, я увезу домой. А ее, думаю, теперь здесь, Валера. Брось. Очередные Машкины фокусы. Зря ты ее фортили, поддерживаешь. Чемодан ее неси. Валера, она останется здесь. И так будет лучше для всех. Кому будет лучше, если моя жена будет жить у тебя? Что за бред? Да ты не сможешь с ней. Ты упертый холостяк. А Машку вообще мало кто выдержит. Валера. Маша к тебе не вернется. Слушай, может, давай мы на работе поговорим, а? Не стоит летчикам в полете морды друг другу бить. Так ты мне морду хочешь набить? А за что, Валер? А? За то, что много лет никто не замечает, как я ее люблю. Так я поэтому и женился. А за что? А за то, что у Машки сил больше нет быть с мужиком, который живет с ней только из жалости. За эту морду бить давай. Бей морду, она к твоим услугам. Бей. Зато ты свободна теперь. Врать не надо, изворачиваться. И ничего тебе не мешает быть счастливым с этой Никой. Ты меня давно знаешь. Разве я могу изгодить судьбу девочки? Ничего. За Машку перед Богом оправдываться, не оправдаться. Ладно. С Алешкой потом решим, как быть. Никак не быть. Взрослый парень сам разберется. Ну, кто он теперь, Валера? Друзья? Двоюродные мужья. Друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Держите его! Охрана! Что я тебе сказала? Охрана! Что случилось? Опоздали, он убежал! Кто убежал? Кто убежал, тот убежал! Работайте лучше! Хорошо! Хорошо! Кто убежал, кто убежал! КОНЕЦ Зачем за мной гоняешься, а? Ты по какой линии маньяк, по теме «убить и расчинить» или по теме «изнасиловать и схемы»? Быстро отвечай! Да отпусти ты меня, психованная! Конечно! Отпущу, а ты на меня набросишься? Полиция уже едет, я тебя предварительно допрашиваю! Да ты дура, тупая! Стол у тебя с ногой! Травма! Жертва корчилась и по звоночнику треснула! О, у тебя еще на лице пятна, что это? Да руки убери! Какой нежный маньяк! У тебя следы обморожения! Лето вроде в морозильнике ночует! Зачем за мной таскаешься? Познакомиться хотел! Тогда зачем убегал? А вот такой вот я маньяк, неуверенный! Опыта у меня мало! Думал, может, ты какая-нибудь такая... Какая? Уверенная все слишком! Пугают меня такие! А какие тебя не пугают? В меру тупые, в меру симпатичные? Ну-ка, какие девицы тебе нравятся? Так... Взялый ты маньяк, бездарный! Увидел, захотел, догнал, схватил! Чуть-чуть... Учить надо? Эээ... Что-то долго полиция едет, я пойду, пожалуй? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, ты кто? Слушай, а правда, пора-то познакомиться! Павлов Алексей, сын женщины, у которой ты мужа хочешь увезти! Да, мне бы радишь понять, что ты сынок альпинист! Зачем ты меня пугал? Зачем за мной таскался? Да я бы понять хотел, откуда в тебе подлость исток! Подошел бы и спросил! Издалека мою подлость не видать! Можешь сейчас спросить? Да мне и сейчас все понятно! Что тебе понятно? Все понятно! Бежать не хочу! Понимаю! Хочешь сказать, что такой страшной девушке, как я, ничего не остается, как доставать неволодого женатого мужчину, да? Погадала! Могу идти? Всегда знала, что в горы лезут те, кто в реальной жизни тормозит! Хорошая, интересная мысль! Ты спину себе свернул, рожу отморозил, вместо того, чтобы у себя дома разобраться! Так ты же без меня тут разобралась! Так ты пойми, почему твоя мама несчастная? И не ври, что я за меня! До меня тоже, небось, ничего хорошего не было! А вот это хорош! Хорош! Слишком много чести с тобой о семье разговаривать! И не свисти, что я такая страшная! Бегал за мной, потому что я тебе понравилась! Я же говорю, слишком самоуверенная! Пообломают тебя! Добрый ты! Беги, беги! Покупай себе билет в горы, а то свихнешься! Не верю, что Валерий Евгеньевич плохо учился в школе! Ужасно он учился! Я был главным героем всех пиццоветов! На меня набрасывались учителя все разом! А вы? Ну, устраивали дома разбор полетов? Нет, ждал, когда он напомнится и перестанет балбесничать! Ага! Что я тебе все рассказываю? Кто ты для меня? Я вам друг! Кажется, единственный! Его напомнился? Не сразу и не сам! В восьмом классе увлекся девчонкой, которая была отличница! Ну и начал учиться, как зверь! И? Она его заметила? Еще как заметила! Меня вызывали на пиццоветы уже по поводу их романа! Кричали, что все плохо закончится! А вот здесь есть фотографии этой девочки? Нет! Было много, но потом, когда через несколько лет они расстались, Валерка их все порвал! Глупо! А ты еще не заметила, что влюбленные люди часто ведут себя глупо? И ты не у большого ума влюбилась в моего сына! Вы совершенно друг другу не подходите! Он мне подходит! Очень подходит! Умный! Добрый! И вообще не пьет! Неглупый и добрый чаще всего алкаши! Я же говорил, что влюбленные люди слепые дураки! Но Валерка ему никогда, кстати, не пил! А свою жену вы тоже по-дурацки любили? После ее смерти понял, что по-дурацки! Надо было ее на руках носить, подарками задаривать! По всему миру с ней ездить! Все думал, знаешь, потом, потом, сначала карьера! Только этого потом для нас не выпало! А я очень хорошо училась в школе! Молодец! И даже вся Олимпиада выигрывала! Ну, значит, у тебя хорошие мозги! Угу! И маму мою в школу не вызывали! Ну, я же говорю, что молодец! Была! Я сейчас не овощ! Если бы мой папаша не удрал от нас, он бы мог на работе обо мне рассказывать! И мы бы все завидовали! Ты знаешь, Ника, ты для меня старика какая-то загадка! Перед тобой блестящее будущее! Любовь! Потом семья! Успех! Зачем тебе этот гадкий роман? Это последнее дело! Лезь в чужую семью! Мне скучно об этом говорить! Ладно! Поехали домой! Поезжай! Но! Когда мы станем с вами родственниками, вы еще будете радоваться, что вам досталось такое совершенство! Выпороть бы тебя! Некому! Моя мама, представляете, никого ударить не может! Она переживает, даже когда комара прихлопнет! Ну, а папаша, как я сказала, выше слился! Никогда его не видела! Ждешь, что пожалею? Жду! 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 Ладно! Жду! Валерий Евгеньевич! Предлагаю перейти! На сок! Как вы к этой идее? Резко отрицательно! Сок завтра, если сегодня не допьюсь до белочки! Отливай! Ну, до этого за одну ночь не допиваются! Для этого нужно долго бухать! Старательно! Валерий Евгеньевич, у вас что-то случилось? У меня все супер! Может, вам сэндвич с сыром сделать? Не надо, я не голоден! Наливай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Валера, я не знаю, что у тебя там, но квасить не выход! О, вы еще не поняли! Бывает, что выхода нет! Никакого, ни одного! Какой сейчас восьмой? Ну, вот восьмого в пятницу вы узнали, что есть ситуации, из которых нет выхода! Ценное знание! Если кажется, что нет выхода, значит, ты просто этот выход еще не нашел! Расскажи, что у тебя? Вдруг я смогу помочь? Благодарю! У меня уже помог один! Друг пока достаточно! Да вы отдыхайте, ну что вы ей-богу, а? Отвезти домой? Еще раз благодарю! А дома? Как бы уже и нет! Вспарился! Отвозить некуда! Завтра! Причем Владивосток, потом Благовесенск! Никуда ты не полетишь! Никто тебя завтра до полета не допустит! Ладно, справляйся! Давай! Наливай! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Где этот летчик? Вон он валяется! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Валерий Евгеньевич, что вы творите? О, Полина! Поздно ходишь, опасно! Тут полно хромых маньяков! Давай иду и домой! Вот, возьми деньги на такси! Уберите деньги! Вы напились и все видят! У меня нет секретов от коллег! Шампанского хочешь? Нет, чаю попью. Хотя лучше уйти отсюда. Спасибо, хоть ты не спрашиваешь, как у меня дела. Тут все отметились, спросили. Тебе неинтересно? Мне неинтересно. Зачем вы столько выпили? Вам плохо завтра будет. А послезавтра станет резко хорошо? Послезавтра я открою глаза и вижу, как я блистательно разрушил свою семью и пущусь в пляс. Да ладно вам. Сколько раз Маша от вас уходила и потом возвращалась. От таких, как вы, не уходят. Ты, Поль, меня романтизируешь. Кстати, почему? У тебя есть парень? Нет, у меня никого нет. Странно. Не верю, что у такой милейшей девицы нет взвода поклонников. А мне никто не нужен. Не свисти! Не хочешь говорить, молчи, но не ври старшим. А мне, кроме вас, никто не нужен. Никогда не замечали? Не замечал. Сейчас придумал. Успокоить меня решил. Пойдемте отсюда. Погоди. Ты мне сейчас объяснилась в любви. Потом говоришь, пойдем. Куда пойдем? Куда бы ты хотела пойти? Я бы хотела... Я бы хотела увести вас с собой навсегда. И каждый день бы потом молилась, что мне такое счастье судьба дала. Послушай меня. Мне однажды так было. Как было? Было мне очень тошно. Хуже, чем теперь. Одна прекрасная девушка пожалела меня. А я позволил себя пожалеть. Потом я в благодарность этой девушке испоганила жизнь. Она долго терпела. Сегодня вырвалась, наконец. Со мной будет не так. Так, все будет так. Давай живо езжай домой. Черт. Пальцы не слушай. Кто-нибудь вызовите ей такси. Да не надо мне такси. Надо. Езжай домой и жди. Жди своего парня. Жди свою судьбу. Надоело. И кто ни черта не счастлив. Валерий Евгеньевич. Валерий Евгеньевич. Валерий Евгеньевич, помогите. Валерий Евгеньевич. Вот я был единственный в классе, у кого отец не пил. Дай пиво, что ли, а? Не надо тебе пиво. Я лимон выжил. Я пьяный, а не беременный. Клэгис лядет. А когда это ты жил с беременной? Я же вроде как тебе готовый достался. Мама тебе сказала. Боже, как плохо. Нет, мама не сказала. Ты не сказал. Сам как-то догадался. Ненавидишь меня. Нет. Вы оба хороши. А поживешь со мной, пока учишься? Нет, не поживу. Квартиру сниму. Вот так жестко, альпинист. Ну, а что, ты приведешь сюда свою эту малолетку? Оно мне надо? Рассказали тебе эту глупость. То есть ты... Ты сам знаешь, что бред, да? Понимаю. Хотя сейчас в тренде жениться на юных. Не твой случай. Почему? Вроде песок из меня пока не сыпется. Ты шутишь? Слушай, мне не до шопы. А вот плесни еще вроде оттягивает. Ты правда ничего не понял? О чем ты? Пап, ну ты вроде как летчик. Ты умный должен быть. Там тебе люди жизни доверяют. И ты еще ничего? Вообще? Что я должен понять? Ладно, я тебе покажу. Да ты че делаешь-то, а? Леха, это че такое? Ты че, следил за нами? Не о том думаешь. Внимательно смотри. Это че за шпионские игры? Вы похожи. И что? И когда вы рядом, это особенно видно. И что? Да то, что она твоя дочь. Несу, несу. На-ка. Покорми брата. Чай пить будешь? Да. Давай аккуратненько. Ты скажи в садике, чтобы они его заставили суп съесть. Мама ненавидит их суп. Зачем ребенка мучить? Давай. Ладно, приеду вечером сварю, как он любит. А знаешь, что, Ленка? Хотела тебе сказать. Еще раз узнаю, что ты в гостинице торчишь, я тебя прибью. Понятно? Мам, я была там один раз. И то случайно. Давай-ка без случайностей вот этих. А то и с ней-ка и хвосты распужили. Оно нам надо, чтобы вы нам внуков принесли? Мам, мы с Никой чисты, как горный ручей. Чего? Это так Ника говорит. Ты ее мужика видела? Не видела. Никто не видел? А все знают. Плохо для репутации. А ты мне когда родила, у тебя чего с репутацией было? А ты мне не хами. Меня подло бросили. Да и не один раз. Лена, чего ты мне настроение сейчас портишь с утра, а? Слушай, не надо советовать. К чайную, ты права. Мам, а почему отец Ники бросил тетю Наташу? Она же красивая, хорошая. Сначала она молчала, как партизанка. Да, она и сейчас молчит. А теперь это не имеет уже никакого значения. Все. Все, я побежала. Пока. Докумай, золотиночка, пока. Пока. Давай, ешь. Давай. Ам, сосиска. Вот сиди сейчас такой милый. А вырастишь, будешь девушек бросать. На. Ам. Доброе утро. Доброе утро, тетя Зин. Не вернулся твой плейбой-то? А он уже не вернется. Выпроводила, значит, окончательно. С теткой не посоветовалась. Я с тобой никогда не советовалась. А зря. У старших опыт есть. И мудрость. Тетя Зин, мне вот здесь кое-что доделать надо. И на работу лететь. Лети. Долеталась. Будешь теперь одна. Почему одна? Я с Никой. Это пошустрее тебя будет. Быстро замуж выскочит. Станемся мы с тобой опять вдвоем. Может, тогда забор снесем. Заживем с семьей, как раньше. Тебе забор никогда не мешал мне жизнь портить. Ты лекарства пьешь от давления? Не забываешь? Не забываю. Здоровая я. Тебя с собой не отягощу. Ты же не родной человек-то. Хотя, вы с Никой меня, конечно, не любите. Тетя Зин, мне действительно пора. Может, ты правильно, что на Хлебника своего прогнала. А дочку погано воспитываешь. Мужчину она из семьи утаскивает. Да что ты все время сплетни собираешь? Да жена его несчастная приезжала. Плакала, рыдала. Ну, кто рыдал? Какая жена? Ну, что ты врешь все? Да она приезжала мужа своего возвращать. С тобой хотел поговорить. Да, но не дождалась. И да, дельный мужик. Раз жена так цепляется за него. Может, и с деньгами. Ты вот только смотри. На него глаз не положи. Хватит. И как тебе не противно жить с такими гнусными мыслями? Ох. Ох. Если руководство узнает, не летать им больше вдвоем. Мы с тобой должны были это рассказать. Девушки, тут место пустое. Можно я пересяд? Подождите, пожалуйста. Еще не все пассажиры зашли на путь. Здравствуйте. Так и так все знают. Не будут они перекладывать свои личные проблемы на работу. Здравствуйте. Здравствуйте. Жуткая ситуация, конечно. Их обоих такие чувства могут разбирать. Такая ревность. Павлов не будет искать по своей жене. Она ему за эти года столько крови выпила. А Стасу что? Стасу что ревновать? Он вон смажет и весь сияет. Как будто он миллион заработал. Здравствуйте. Здравствуйте. А прессу принесут? Чуть позже. Спасибо. Проходите. Ой, господи. Лишь бы все мирно было. Мама дорогая. Здрасте. Так, мне кажется, сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Сиди тихо, в кабину, не ногой. А что случилось? Ты своего добилась. Так ты скажи, что случилось или нет? От Валерия Евгеньевича жена ушла. Есть. Здорово. Здравствуйте. А то у меня уже бабки кончились, билеты покупать. А чего у тебя такое печальное лицо? Кому плохо? Всем хорошо. Мозгов у тебя нет. Сиди здесь и никуда не ходи. Захочешь в туалет, скажешь мне, я тебя провожу. Здравствуйте. 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 Ну, чего? Рапорт на меня будешь писать? О переводе. Ты помнишь, сколько мы вместе летаем? Так я точно не скажу. Долго. Да. Ну, я передам. В чем дело? А завтра начальник к себе вызывает. На разговор. Ясно. В нашей компании информация парит, как радиация. Слушай, Валер, давай не будем выглядеть, как два кретина, а? А ты собирался выглядеть кретином? В мои ты планы не входил. Валерий Евгеньевич, она снова летит с нами. Полина, сделай нам с Остасовым кофе, пожалуйста. Хорошо. Все никак к морю не попаду. Все у рек гуляем. Это вон какая большая. Много денег на полеты тратишь. Ты еще не зарабатываешь. Спасаю вашу авиакомпанию от банкротства. И потом я любознательно люблю путешествовать по родной стране. И что тебе в этом городе интересно? Хотела на море, летела бы к морю. Мне интересно и над рекой гулять. С тобой. Кстати, как там твой безумный альпинист? За мной таскаться завязал? Прости его, Лешка за мать очень переживает. И за меня теперь тоже. Замараучили мы голову парню? Угу. Ладно тебе. У меня вообще никакого отца нет. Да я людей не преследую. Ты его на МРТ своди. У него травма диска, лечиться не будет, хромым останется. Жалко, что мозгов ему уже не прибавить. Ну это ты зря, Лешка, парень и глупый. Много читал. Из хлюпика в настоящий мужчина превратился. В горы ходит. Правда, заносит его иногда. Фантазия у него странная. Например? Сфотографировал нас вместе в аэропорту. Настаёт, что мы с тобой так похожи, что ты вполне могла бы за мою дочку сойти. Лешка бесится, что мы с его матерью расстались. Из-за девушки, которая мне в дочке годится. Ты ему сказал, что у нас нет никакого романа. Ну вот, чего это я должен перед ним отчитываться? А сам ты ничему не удивляешься? То, что я за тобой бегаю, летаю, хрен знает куда. Мы даже ни разу не поцеловались. Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Да ты вообще меня как мужчина никак не интересуешь. Лысеющий козёл. Не понял. Лётчик, ты что, совсем отмороженный? Когда рейс обратно? Ника, у нас есть ещё время? В чём дело? Вернёмся домой, скажу. Почему не сейчас? Хочу, чтобы ты вёл самолёт спокойно. Экипаж и пассажиры ранее не виноваты. И я тоже разбиться не хочу. У меня ещё вся жизнь впереди. Откуда у Лёшки идеи, что ты моя дочка? Ты радоваться должен, что у твоего альпиниста есть глаза и хоть немного разума. Кто твоя мать? Наконец-то тебя заинтересовала моя семья. Моя мама Наташа Фёдорова. Как тебе такой поворот? Наташа. Наташа, с которой ты учился в одной школе. У нас дома на антресорях в мешке до сих пор белое платье лежит, в котором она должна была за тебя замуж выйти. А я тебя не сразу узнала. Ну, когда сбила, не узнала. Ещё весь в крови был. А потом узнала. У матери по всему дому фотографии твои попрятаны. Давно поняла, что на этих фотках ты. Даже если Наташа прячет фотографии, это не значит. Значит, я ещё и маленькая недурочкой была. Сканировала наши фотографии, сравнивала. Не дурее твоего Лёхи. А хочешь, можем тест на отцовство сделать. Правда, мне это не надо. Я уже выросла без тебя. Мы эту тему проехали. Да и деньгами от тебя не особо разживёшься. Зачем ты устроила всю эту комедию? Хочу, чтобы ты женился на моей маме. С тех пор, как ты её бросила, она ни дня счастливой не была. Ни одного дня. Вдумайся, о пилотках ты виноват. Даже если ты моя дочка. Слишком много времени прошло. Думаешь, мама стала жирной уродиной? Да она ещё красивее, чем когда ты от неё смылся. Да. Ну, перестань, ну. А ты сказал, что я её бросил. Никогда. Ни одного слова она тебе не сказала. Она даже не придумала мне отца, который погиб в горячей точке. Извините. Когда я её спрашивала об отце, она всегда отвечала, не спрашивай меня об этом. А потом я её не спрашивала. Но я хотела бы знать, какое шило тебе в зад садили, что ты её бросил прямо перед свадьбой. Ты знал, что она беременна была? Не знал. Я прошу тебя, встреться с моей мамой. Но я же за тобой бегала, как собака, летала. Всё ради неё. Ну, разве трудно просто встретиться? Послушай, я не знаю, кто кому дочка, но у меня нет ни малейшего желания встречаться с твоей мамой. Прости. Что? Что у вас случилось? Займите, пожалуйста, своё место. Займите, пожалуйста, своё место. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пожалуйста. Пожалуйста. Да что случилось-то? Я думала, ты плакать не умеешь, а ты... Не умела. Идите, работайте. Ну что, тебя Валерий Евгеньевич послал? Окончательно? Ваш Валерий Евгеньевич меня давно послал. Окончательно. Слушайте, отойдите. Он у вас там чая просит. Ник, да у меня дочка почти твоя ровесница. Да все у тебя будет замечательно. Это у вашей дочки, все будет хорошо. А меня вы все достали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, господи. Ну что ж ты все плачешь и плачешь, а? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можете питание принести, а? Рано еще, правда, но тебе могу принести. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сами ешьте вашу отраву. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да откуда у нас шоколадная? У нас одни леденцы. А! У Полинки была шоколадка. Хочешь, попрошу. СМЕХ Чего мне не надо? А-а-а. Валер! Валера, ты в порядке? Валер! Да, все ничего. Все спокойно. Спокойно и просто. Мы бросились с моста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ника! Мам, ты что здесь делаешь? Тебя жду. Ты сегодня же познакомишь меня со своим парнем. Ясно. Ленка сдала? Сдала. Он что, здесь работает? Почему вы здесь встречаетесь? И хватит уже шифроваться. Мам, поехали домой, а? Нет, я с места не сдвинусь, пока ты меня с ним не познакомишь. Я, в конце концов, мать и имею право знать, с кем ты проводишь свое время. Ну что ты молчишь? Девушка, вы не торопитесь? Можем до города подбросить? Без вас обойдемся. Простите. Девушка, вы не торопитесь. Ура! 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 Нас даже не зовут. Мы как супруги. Мы и так почти супруги. У нас свадьба через неделю. У меня такое ощущение, что мы с тобой давно уже супруги. и свадьба будет серебряная. Тетка ругается, что мы с тобой переезжаем. Да, и отец твой тоже переживает. Да, после смерти матери он не может быть один. Ну и что же нам делать? Ты же не откажешься от летного училища? Не откажусь. Ну, значит, будем почаще к ним в гости приезжать. Да к себе возить. Да тетка никуда не поедет. Она свое имущество сторожит. Считаешь, что мы их подло бросаем? Я знаю, все время об этом думаешь. Думаю. Но мне легко уехать от тетки. Она меня не сильно любит. Она только беспокоится, кто будет ездить на рынок и шапки ее уродские продавать. Ну, значит, будем деньги ей переводить. Да, деньги – это ее страсть. Вот было бы здорово, если бы Евгений Олегович поехал с нами. Да врачи они везде нужны. Он ходит на кладбище к маме каждый день. Наташка, пойми, ну, нет у нас правильного выхода. Ну, как ни крути, оба мы с тобой подлецы. Давай не будем об этом, а? Мне директриса сейчас говорит. Ну и выпуск. Двое женится на неделе, а вот третий живот под носом лезет. Да, ребят, отличились мы с вами. У тебя бы еще было хорошо расписаться со своим мистером Икс. Кстати, когда он из армии возвращается? Ты лучше спросить не когда, а кому. Ты знаешь, некоторые мужчины возвращаются, но женятся абсолютно на других женщинах. Кстати, если будет девочка, я назову ее Лена. Валер, иди к нам! Иди сюда! Сказала ему? Да нет, у нас и так проблем полно. Ну, на свадьбе ты скажешь? Не скажу, а то все подумают, что мы выходим замуж по залету. Господи, никто ничего не подумает. У вас роман с восьмого класса. Как же сильно я его люблю, Симочка. Ой, Господи, как же я от вас устала. Женились бы уже скорее и радовались бы жизни. А другие, вон, пусть страдают и огорчаются. Да у нас тоже полно неприятностей всяких. Господи. Да какие у вас неприятности? Слушай, а если у тебя будет девочка, то они тоже с ней будут дружить. Моя Лена, а твоя Вероника. Слишком длинное имя. Ну, можно короче Ника. Ника? Ну, ничего. Но лучше бы мальчик. Сбить летчика на земле и выяснить, что это твой отец. Забавно. Ничего не забавно. Не надо было мне врать. Не слышала, что детям нужно знать правду для их психологического покоя. Я тебе не врала. Я что должна была сказать, что твой отец подонок и бросил меня? Тебя бы это психологически успокоил? Мама, он не подонок. Я точно знаю, что он очень хороший человек. И он никого не может бросить. Меня бросил. Я думала, что у нас любовь, которая бывает раз в тысячу лет. А он оплатил нашу свадьбу и уехал. И больше никогда мне не позвонил. Я там даже жить уже не могла. Уговорила тетю Зину квартиру продать и уехать куда подальше. Мама, ну дай ему шанс. Павлов стал совершенно другим человеком. Он меня бросил, когда я была юна и прекрасна. А сейчас... Зачем я ему? Стареющая неудачница. А мне снится, как мы за столом все втроем. И так радостно там во сне и я, и ты, и он. Я себе это представляла, когда за ним бегала. Милая моя, ты... Я понимаю, ты хотела как лучше. Ты столько сил потратила. Но... Я умоляю тебя. Живи своей жизнью. Я так хочу, чтобы ты была счастливее меня. Ну и аферистку я вырастила. Мам! М? Ну как? Учиться успеваешь? Есть время, а ты, Дрик? Мало времени остается. Теперь займусь только учебой. Интриги мои закончились полным провалом. Ну почему же провал? Я доволен. У меня возникла внучка. Ты еще будущая коллега. Учтите, я с вашей спиной возиться не буду. Если мы семьей не станем, не буду вас опекать. Ты же как врач? Я пока не врач. Клятву Гиппократа еще не давала. Никуся. Ника. Просто Ника. Прости, Ника. Ты должна знать, что они очень любили друг друга. Что ты появилась от большой сильной любви. Да ты посмотри на себя. На тебе же написано, что ты дитя любви. И от этой огромной любви выросла без отца и с рыдающей по ночам матерью. Вот предупреждаю. Несмотря на то, что вы мой биологический дед, я своих детей к вам на километр не подпущу. Это почему же? Вы вырастите из них таких же монстров, как ваш сын. Никогда, кстати, не пытались понять, почему он так отвратно поступил? Пытался. Я все время об этом думал. Понимаешь, не было ни одной причины. Ни единой. Я этот день до минуты помню. Сначала я помог Валерке подобрать костюм для свадьбы, потом поехали в банк, взяли диким, чтобы расплатиться со свадьбой. Я радовался, что мой сын такой счастливый. Может, он хотел с деньгами удрать? Там много было? Да, много, полно. Только он перед отъездом расплатился за свадьбу. Полностью. А смысл? Я тоже не понимал, зачем это, ведь свадьбы не будет. Он сказал, ну, может быть, Наташа успеет найти себе другого жениха. Бред какой-то собачий. Какого другого? Откуда? Я до последней минуты не верил. Понимаешь, я думал, что он меня разыгрывает. Поехал с ним на вокзал, ждал, когда он выскочит из вакона и скажет, пап, а здорово я тебя обманул, да? А он не вышел. Я видел, как он вошел в купе, сел у окна и, понимаешь, не куся прости, Ника плакал. Мой сын никогда не плакал, даже маленький. Ведь он хотел стать летчиком. Мы не знали, что Наташа ждет тебя. Они скоро уехали с теткой, а ты старая дура. Была счастлива, что Наташа осталась вместе с ней. Неоткво было узнать, что ты родилась. Ну, что мне еще сказать тебе, чтобы ты поверила, чтобы ты простила меня, хотя я не понимаю, за что меня прощать. Да вели ребенка. Евгений Олегович, что, с ней обморок? Спит ребенок. Внучка моя. Да? Не куся, но спасенника. Надеюсь, теперь не за мной охотишься? Нет, не за тобой. Наметил новую жертву? Тебе не надоело так с людьми разговаривать, таким тоном. Каким таким тоном? Прокурорским. Мол, все вокруг виноваты, а ты одна совесть планеты. Мой спектакль закончился. Зрители разбежались. Тебе об этом забыли сказать? Твой спектакль удался, у меня семьи больше нет. Мать побегает, котлеты жарит, пока палого нет. А его вообще от полетов отстранили. А что с ним? Да так, знаешь, что-то подрастроился. Нервы, наверное, шалят. Вон, витамины ему колют. Так, мне это неинтересно. Ты тут что делаешь? Ну, приятеля жду. А, не ври. Пришел доложить мне, что я гений зла? Да какой ты гений? Так, ждешь, что тебя пожалеют. А жалеть-то тебя не за что. А ты мне кто? Типа сводный брат? Так, ерундой не занимайся. Сейчас вникни, что я тебе скажу. Мне плевать, что ты думаешь о Павлове. Я лучше него человека не встречал. Я не знаю, что у них там вышло с твоей матерью. Не знаю. Но меньше уважать я его не буду. А тебе хватит других осуждать. Посмотрим, какой женой ты будешь. А ты пришел меня замуж позвать? Все, пока. Подожди. Передай своей маме, что выпростила меня. Но не хотела я, чтобы так вышло. Да и от твоего имени уже удар хватит. В семью Павловых ворвался ангел смерти. Но не смогла бы я ничего разрушить, если бы у них были честные отношения. Ну, что ты на меня так смотришь, брат? Повезло, что я тебе не брат. Субтитры сделал DimaTorzok Павловых ворвался. Павловых ворвался. А, это почти вылилось мне в два неудачных романа и в двоих очень неудачных детей. Не слабый итог? Наташка меня ненавидит. Ну, честно говоря, любить-то тебя особо не за что. А она сразу замуж вышла, когда я уехал? Замуж? Да после того, как ты смылся, она два дня не разговаривала и пять лет не улыбалась, замуж. Ну что, спрашивать тебя, когда ты так по-скотски смылся? Или все равно ответа не дождусь? Не дождешься. Ну что ты сюда приехал? Покаяться, что ли? Ника моя дочка. Ника, дочь Наталье. Пойдешь к ней? Нет. Ну, стой, стой, Павлов. А мне на работу пора. Я ведь ее вырастила, кормила, одевала. Рассчитывала, что на старости-то лет она мне помогать будет. Так ты ж не старая еще. Я не старая? Да у меня ни одного здорового органа нет. А давление как подскочит. Кто мне скорую-то вызовет? А в санаторий как я поеду? Кто квартиру сторожить будет? И материально. Ну, должна же она мне помогать. А за что ты с ней так? Как за что? Ну, я-то на нее тратилась. А она выросла подлым и неверным человеком. Ко мне кто-то пришел. Ага. Перезвоню. О, Валера. Я, тетя Зин. Быстро ты. Вроде все по списку. Вот список. Толковый ты парень. Вот сдача. Наташка моя вечно все перепутает. И деньги лишние стратит. Я пойду. Валер, посиди со мной. Ты же мне как сын. Я тебе и так благодарна. Моя тупую Наташку без тебя бы и в школу бы не закончила. Как ей повезло. Ты же с ней носишься, как с какой-то драгоценностью. Лучше скажите, чем вам помочь. А то мне пора. Да знаю, знаю, торопишься. Ну. К свадьбе готовишься. Хлопочешь. Хлопочу, тетя Зин. Поэтому мне действительно пора. Погоди. Сиди. Валер. Ты уже точно решил с моей Наташкой уезжать? Да, в летное училище. Да, точно. Вспомнила. Валера. Я тянуть не буду. Не тяните, пожалуйста, тетя Зин. Мне действительно пора. Валер, сиди. Наташа, наверное, тебе не решается сказать. Не знаю. Мы вроде все друг другу говорим. Ты, может быть, и все говоришь. А она нет. У нее другой парень есть. И очень она в него влюблена. И он ей такой же взаимностью отвечает. Наталья у меня добрая девка. Не хочет тебе жизнь ломать. А любит другого. Решила с тобой ехать. И стать тебе хорошей женой. А любовь ту из сердца вырвать с корнем. Вот такая вот ужасная картина получается. Кто этот парень? Да какая разница? Тогда почему я должен вам верить? Ну, я тебе как сыну сказала. Это твое дело. Хочешь и верь. Хочешь и нет. Бред какой-то. Она бы сама мне все сказала. Да слабая она. Жалеет всех. И любимого своего жалеет. И тебя. Нет, не могла же она мне столько лгать. Кто этот парень? Это из наших? Нет. Да я вообще удивляюсь на тебя. Как ты не разобрался? Что у нее? Что она с парнем-то встречается? Уже давно. Она же каждую неделю к нему ездит. Сам знаешь. Подождите. Так это же вы ее на базар посылаете. Ваши эти шапочки продавать. Какие шапочки? Ой. Ну, дурак ты. Точно тебе. Рано еще жениться. Не хотела я этого делать. Да ладно. Читай. Она просила ему передать. Когда поженитесь, и она уедет с тобой. Почему напечатано? Ну, не знаю. Не мое же письмо Наташкина. У ее симки машинка печатная дома есть. Вот на ней, видно, и напечатала. Ты прости меня, милая, что тебя огорчило. Можете вы прочитать. Прощай, любимый. Прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему. Я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо. Я написала тебе все. Ты теперь знаешь, нет. Ты только догадываешься, как сильно я тебя люблю. И в то же время, моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет недоставать меня. Валер, ты не говори ей, а то она проклянет меня. Ты где-то знаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Сима? Привет. А почему у тебя голос такой? Нормальный голос. У тебя есть печатная машинка? Наташка забрала. Наташка забрала. Алло. Алло. Наташка меню к свадьбе хотела напечатать. Ты мне машину занеси только, когда она закончит. У меня же мать на ней подрабатывает. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 сейчас проявила. Чудин, а вы помните Павлова? Павлова? Какого Павлова? Нет, я не помню. На, давай, не стя на чердак. Успею. Вы должны его помнить. Павлов с мамой в одной школе учился. Если всех мужиков твоей матери помнить, мозги лопнут. Нет, этого вы не могли забыть. Павлов это тот человек, за которого мама должна была замуж выйти. Значит, не хотите о нем говорить? Почему, тетя Дин? Не хочу. И все. Дрянь человек. Я богу свечку за него поставила, когда он убрался отсюда подальше. И не догадываетесь, да, почему он вдруг решил уехать? Говорю же, дрянь. Слушайте, тетя Дин, у вас все люди дрянь. Вот я уверена, я уверена, что вы знаете, почему Павлов бросил маму. Не хотите мне сказать, да? Знаю, но не скажу. Тебя это не касается. Короче, или вы мне говорите правду, или я сейчас деру эту штору к чертовой матери. Нифига вы нас с мамой не любите. Только деньги от нас тянете, да мы вас обслуживаем. Иди из моего дома. И мать позови. А вот не уйду. Вот точно вижу, вы знаете. Знаю, но не скажу. Отлично. Не хотите по-хорошему? Вы сейчас у меня все скажете. Стой, стой, ты. Ну-ка, не трогай. Не трогай, я говорю. Не трогай, положи на место. Тайник же теперь придется менять. Короче, или вы говорите правду, или я сейчас сожгу эти деньги. Все равно не вы их заработали. Это моя мама вам дала. Я же тебя посажу, хулиганка. Говори правду. Мать твоя гуляла. Ложь. Перед свадьбой с другим парнем спала. Не верю. Не смей поджигать. Говори правду. Не смей. Говори. Говори правду. Говори правду. Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»